Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько далеко стреляли средневековые луки? Давайте проверим. Если вам это интересно, я просто расскажу. Из исследований нам известно, что средневековые луки стреляли на 200-300 метров. Вот и весь ответ. Но не все так просто. Известны отдельные случаи, задокументированные, когда стрелки из луков поражали цель на дистанции 700-800 метров. Представляете, что-то невообразимое. Но, конечно, так стреляли далеко не все. Это фактически единичные, эксклюзивные такие случаи, которые были зафиксированы историческими крониками. Реальной эффективной дистанцией боя из лука было примерно 70 метров. В войске традиции эту дистанцию даже принято называть перестрел. Несколько слов о луках, из которых мы будем стрелять. В моих руках реконструкция монгольского лука 13-14 века. От исторического его отличает то, что он выполнен не только из ясеня и покрыт кожей, но и имеет спереди наклеенные тонкие ламили из современного полимерного материала толщиной 0,8 мм. Сила натяжения лука 22 кг. Саш, о твоем луке? У меня обычный цельнодеревянный лук, тоже из ясеня, выполнен в рекурсивной форме. И сила натяжения у него 24 кг. Да, подобные луки по форм-фактору ближе к славянским и к венгерским. Соответственно, я думаю, что мой лук, хоть и слабее саженного, он все равно даст ему форму. Почему? Потому что, во-первых, это современный полимерный материал, хоть немного, но он есть. Во-вторых, это, обратите внимание, специальные коньки, которые добавляют луку некоторой хлесткости, что повышает дальность его стрельбы. Это особая фишка именно монгольских луков. Хотя и в некоторых других традициях подобные элементы встречаются, например, в турецком луке. Но это не важно. Пойдемте стрелять. Первым буду стрелять я. Продолжение следует... А как мы будем измерять эту дальность? Есть одна идея. Теперь самая большая сложность сделать так, чтобы это устройство было примерно ровным метром. Примерно ровным. Четко метром. А как мы сделаем наше это устройство? Точностью ровно метр. А весьма просто. При помощи этого шикарнейшего приспособления. Длина меча ровно 90 сантиметров. Вот такой инструмент землемеры у меня получился. Меч 90 сантиметров. Инструмент метр. Приступим к измерениям. Раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 118 метров. Итак, первую стрелу мы нашли на дистанции 118 метров. Я уже вижу отсюда следующие стрелы. Давайте измерим дистанцию. Улиточка тоже помогает искать стрелы. Смотрите, как высоко забралась. 131 метр. Кул 131,5. 145 метров. Вон, еще одна. Охренеть. Это самое дальнее. 151 метр. Ну что ж, давайте вернемся назад и дадим пострелять Александру из полностью исторически достоверного 100% деревянного ясеневого лука. Видео, им такой. Продолжение следует... Теперь измерим, что настрелял Александр из деревянного, полностью исторически достоверного реконструкторского средневекового лука. Продолжение следует... Девяносто один... Девяносто один метр. Сто четыре метра. И я сразу вижу отсюда еще одну, которая явно тоже находится на дистанции сто четыре метра. Да, вот и вторая. Значит, отбираю эту, сто четыре метра, да, и дистанцию до следующей. Сто пять, сто шесть, сто семь. Сто семь метров. Сто десять метров. Из полностью деревянного лука. Двадцать четыре килограмма с его натяжением. Сто четырнадцать метров. Кучность получше, да, чем у тебя? Ну, не сказал бы. Я бы поспорил. Хочешь челлендж на точность дальней стрельбы, да? Четыре стрелы мы не нашли, тем не менее, видна вполне конкретная закономерность. Я выпустил из своего лука стрелу на сто пятьдесят один метр, Александр на сто четырнадцать. То есть, о чем это говорит? О том, что из средневекового, полностью деревянного лука, рекурсивного, такого типа, какой был распространен среди славян или среди мадьяр, венгров, да, можно, действительно, можно запустить стрелу и поразить цель навесным огнем на дистанцию порядка ста четырнадцати, ста пятнадцати метров. Конечно, если сделать лук в силу натяжения не двадцать четыре килограмма, а сорок килограмм, то лично я уверен, что можно запустить стрелу куда дальше. На двести, триста метров действительно. Еще одна. Продолжение следует...